Понимаю, что чудес в этой жизни очень много, и о всех их сразу за пять минут не расскажешь. И когда мы смотрим на нашу молодежь, которая выступала здесь, на наших следопытов, это в сознании нас, взрослых, мы можем сказать, что это наше будущее. И часто так говорим. Но фактически это уже наше сегодняшнее настоящее. Это жизнь современной церкви сегодня. И когда мы открываем Священное Писание, мы хотим в этот день, в Всемирный День Следопытов, уделить время и также тому, что говорит Библию в пользу того, кто мы есть. Когда мы открываем Библию с самого начала, книга Бытие, и книга Бытие повествует о самом главном начале, когда все было сотворено. Вначале сотворил Бог небо и землю. И там перечисляется, что прежде чем мы ее видим такой, какой она сегодня, прекрасной, красивой, раньше так не было. Вначале не было света, был хаос. И Богу нужно было привести это все в исключительный порядок. Убрать пустоту, наполнить все светом, создать великолепное творение. И я бы сказал больше, наполнить все это особой целью. Для чего это все? С мыслом. И когда мы смотрим на людей, которые совершают правонарушения в нашей стране или вообще в этом мире, мы понимаем, что в их жизни чего-то не хватало. Не хватает в жизни осознания своей принадлежности, цели. Для чего они живут и кому они принадлежат. У них не было утром разговора с Богом, с любящим. Поэтому их жизнь идет так, что приводит их в какие-то трудности, в замешательства и в конечном итоге в места не столь отдаленные. Да. Бога нужно поставить на первое место. И когда начинается день, нужно уделить Ему хотя бы несколько минут, поблагодарить и пообщаться с Его Священным Писанием. Бог должен быть в начале всех наших решений, мечтаний, карьеры. Он должен быть в начале каждого рабочего дня. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Там Христос сказал. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. И все остальное, о чем мы мечтаем, что хотели бы иметь в своей жизни, оно приложится вам. В значении имени Бога высшее существо. И на иврите оно означает сильный, могущественный. Благодаря Ему творение обретает смысл и цель. На самом деле людям трудно сразу увидеть это в своей жизни. Но то, что человеком невозможно, с Богом возможно все. Бог придает нашей жизни особый интерес. Это как еда без соли, пресная, невкусная. Или же когда ты веришь в Бога, и твое все никчемное обретает краски, превращается в желанное. Псалмист говорит, сердце чистое сотвори во мне Божий, и дух правый обнови внутри меня. Бог хочет создать в каждом из нас нового человека, который бы знал, для чего он будет жить и с какой целью он существует. Когда мы упоминали о сотворении, говорили о том, что земля была безвидна и пуста. Что такое безвидна и пуста? Что такое? Это фактически ничто, пусто, где нет ничего. Пустота означает отсутствие жизни. И когда Бог творит в первый день, Он сказал, да будет свет, и стал свет. И так далее. Второй, третий день. Каждый день был наполнен творением и особым глубинным смыслом. Люди были сотворены Богом. И сегодня, когда мы оглядываемся на свою прожитую жизнь, на то, что предстоит нам еще сделать, на те мечты, мы понимаем, что Бог специально нас сотворил. Мы нужны Ему, а Он нужен нам. Когда смотрим на это творение, можно прийти к определенному выводу. Когда Бог сотворил в небе, горели звезды, летали разнообразные птицы, в морях плавали всевозможные существа, на земле были животные, и был венец творения – человек. Он дал цель творению. Затем Бог при этом создал Адама, сформировал его, вдохнул в лицо его дыхание жизни, и он стал живым существом. Да, Адам был наполнен Богом. Какова ваша цель в вашей жизни? Чем наполнены вы? Что вы хотите увидеть? Чего достичь? Безвидный – это значит беспорядочный. Пустой – это значит пустой. Может быть, несмотря на то, что даже мы ходим в церковь, мы можем внутри ощущать некую пустоту. Нам нужен Бог, чтобы наполнил нашу жизнь особым интересом. Вы знаете, я сказал пустота, никчемность, тьма. Во время тьмы происходит много трагедий. Люди во тьме воруют. Никодим, стесняясь людей, во тьме пришел ко Христу. Во тьме Христа арестовали, боялись бунта людского. Петр в ночной темноте отрекся от Иисуса Христа. Может быть, мы себя ощущаем в какой-то темноте. Отсутствует свет. Может быть, свет Божий давно не озарял наше сердце. Бог может устроить нашу жизнь, если мы позволим Ему. Он может заполнить эту пустоту в каждом из нас божественной надеждой. Дорогой друг, ты был сотворен с целью. У Бога есть план для каждого из нас. Пока еще Бог сотворил, творил нас в утробе матери, Он был там с каждым из нас. Псалмист говорит, ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в очреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Послушайте такие слова. Однажды человек сказал, ты тот, кто ты есть по причине. По причине. У нашей жизни есть причина. Ты часть замысловатого плана. Ты уникальное, драгоценное и совершенное творение. Да. Которое можно назвать Божьим чадом. И судя по тому, что происходило здесь за несколько минут до того, как я вышел, можно сказать, ты уникальное, Божье чудо. Нет больше чуда, когда человек никчемный, беспорядочный, не знающий своего предназначения, останавливается в этой жизни, начинает разбираться, кто он такой, узнает, что он Сын Божий, в смысле, он сотворен Богом, и он становится человеком, который доверяет свою жизнь Богу, и его жизнь меняется. Это настоящее чудо. И каждый, кто пережил эту встречу с Богом, пережил это чудо в своей жизни. Каждый из нас уникален, чудесен. Да. Вы родились не случайно. Ваше появление на свет не было нечаянной ошибкой или несчастной случайностью. Может быть, даже родители не планировали вашего рождения, но поверьте, Бог, когда вы родились, Он не был удивлен. Он знал о вашем появлении. Напротив, поддерживает вас, потому что вы были в Его, входили в Его замыслы. Да. И это было всегда. Задолго до вашего зачатия на земле вы появились в Божьем разуме. Он первым подумал о вас. И то, что вы сейчас живы и дышите, вовсе не перст судьбы, не случайная удача или простое какое-то совпадение вещей. вы не случайность. Вы были рождены по Его, Божьему особому замыслу с целью. Бог сотворил вас для Бога. И пока вы не осознаете это, ваша жизнь будет бессмысленной. Нужно доверять свою жизнь в Его руки. В жизни, основанной на цели, есть свое преимущество. она придает смысл вашей жизни, упрощает ее, позволяет сконцентрироваться на важном и она мотивирует и готовит вас к вечности. 137 Псалом, 8 стих, там написано такое. Господь совершит за меня милость Твоя, Господи, вовек дело рук Твоих не оставляй. Если мы все хотим пережить это чудо, давайте будем доверять Богу каждое утро свою жизнь. Да благословит нас Господь. Потому что можно посмотреть и на другие чудеса, на чудеса света, которых люди перечисляют и восхищаются с ним, хранят, пытаются увидеть. Но я вам скажу, самое большое чудо это обращенный грешник к Богу. И если мы таковые, то мы и есть. То, чем Бог гордится, дорожит, тратит на нас силы, время, и ему не жалко этого времени, потому что он не теряет, он приобретает. С Богом возможно все. него.